Здравствуйте, дорогие друзья! Есть вот такая наука, математическая статистика, теория вероятностей и математическая статистика. Кстати, именно вероятностей, а не вероятности. Это очень принципиально. Вот, теория вероятностей. Так вот, наука это точная, хотя речь идёт о всяких случайностях. И говорит она следующее. Если у вас есть такая случайная величина, то есть это величина, которая может реализоваться случайно. Ну, например, вы бросаете камень в цель, и вот отклонение камня от цели. Величина случайная. Если много-много-много-много-много на раз бросите, как-то будет отклонение от цели, значит, выглядит распределение. И вот это распределение будет гауссовым. Гауссово распределение. Называется это так. Такой замечательный был Карл Гаусс, король математиков. За границей это гауссовое распределение. У нас его называют нормальное, а там его называют колоколообразное. Действительно, график его похож на колокольчик. Чем сильнее отклоняется, значит, величина случайно от своего среднего значения, тем с меньшей вероятностью это происходит. То есть, если вы кидаетесь камнями в какую-то цель, то очень-очень-очень сильно вы промахнуться не сможете, если только специально не бросите. А вот если есть люди, которые специально промахиваются по цели, тогда это будет сразу видно в отклонении от распределения. Была такая интересная история у нас в 1993 году. У нас проходило голосование по новой конституции. Тогда возглавлял весь этот процесс Центризбирком незабвенный нас Чубайс, Анатолий Чубайс. Это вот, так сказать, герой тех годов 90-х, непотопляемый Чубайс. И вот, значит, были опубликованы результаты голосования. Это, значит, тоже вот набор всех округов избирательных, там избирательных участков. Сколько на данном участке зарегистрировано, сколько пришли, сколько проголосовали за, сколько против, сколько, значит, бюллетеней признаны недействительными. Вот, эти все данные были опубликованы. И вот надо же, один, значит, по-моему, доктор наук, решил очень простую задачу. Эта задача удаётся студентам оценить, является ли вот данное распределение нормальным. То есть, если оно не нормальное, значит, что-то там случилось, что-то так, какие-то факторы влияли. Кто-то его подделывал, грубо говоря. Здесь случайные отношения могут быть больше людей, может быть меньше, но дело случайное. Зависит от очень большого количества факторов. Вообще, если значение случайной величины зависит от очень большого количества факторов, ну, скажем так, больше 30, это уже хватает, да, то распределение случайной величины будет вот как раз нормальным, гауссовым, колоколообразным. И вот этот профессор проверил. Оказывается, что это распределение является нормальным, с вероятностью не более 2%. То есть, это та самая вероятность, с которой Чубайс, значит, не подделал эти данные. После этого как раз Борис Николаевич Ельцин сказал знаменитую фразу свою «Во всём виноват Чубайс». Вот помните, да? Это было по этому поводу сказано. Потом это дело забылось, живём по новой конституции, но «Во всём виноват Чубайс», непотопляемый, неистребимый, жизнерадостный Чубайс. Вот. Ну, мы от него в восторге всегда были. Вот. Как от Остапа Бендера, кстати, мы все ведь в восторге. Ну, чёрт тогда говорить. Они говорят, как вам нравятся такие люди? Вам Остап Бендер нравится? Он жулик. А не нравится? Ну, тогда не ходите, не смотрите кино, не читайте Ильфа и Петрова. Вот. Вот такая вот история. Так вот, то же самое, оказывается, происходит и в космосе. Нет, там не бывает, там, нехороших профессоров, которые проверяют, значит, там, каких-нибудь хороших чубайсов. А там, значит, вот какая история. Значит, физики ищут новую физику постоянно. Что-нибудь такое вот, чего вот мы предполагать не могли. Вот. Вообще-то говоря, когда был построен суперколлайдер, тот самый знаменитый, вообще была мечта не открыть бозон Хиггса. Потому что открыть бозон Хиггса – это скучно. Потому что уже теория, которая использует этот бозон Хиггса для объяснения наличия массы у частиц, вот этих всех вещей, она уже существует. И открывая бозон Хиггс, мы просто её подтверждаем и захлопываем страницы книжки. Всё. Решено. А что-нибудь такое новенькое, понимаете, чего нет? Вот. Ну, вот. Измышляют в физике очередной какой-нибудь эксперимент, чтобы что-нибудь такое обнаружить. Вот регулярно, регулярно проводится эксперимент, в котором используется очень большое количество вещества. Ищут распады протонов. Что вот взял протон и распался. Вот это вот интересно. Он стабильная частица, он не распадается. Но вот чтобы он раз взял да распался самопроизвольно. Ну, и каждая работа заканчивается тем, что мы выяснили, что вероятность распада протона вот меньше вот такой-то величины. И время его жизни больше, чем 10 там в 30 какой-нибудь или в 300 какой-нибудь степени лет. Вот. Больше, чем время жизни. То есть вероятность распада очень маленькая. Так вот, радиоастрономы изучают флуктуации реликтового излучения. Помните, это вот момент рекомбинации плазмы, которая в первые там сотни тысяч лет заполняла ещё нашу Вселенную. И Вселенная была непрозрачна ни для оптического, ни для радио, никакого другого излучения. В этой плазме гуляли всякие плазменные волны. И когда она рекомбинировала эту плазму, вот появился свет, да будет свет, и появился свет. Стало хорошо. Этот свет по мере расширения Вселенной, его энергия уменьшалась, энергия фотонов. Вот когда у вас расширяется, скажем, газ, он охлаждается, уменьшается скорость движения частичек. Когда расширяется газ фотонный, заполняющий Вселенную, он охлаждается. Скорость уменьшится этих фотонов не может, она равна скорости света. А уменьшается их частота. И вот теперь этот самый реликтовый свет – это, значит, радиодиапазон. В радиодиапазоне микроволновый диапазон. И вот его изучают. Изучают флуктуации от места к месту, ещё чего-нибудь. И изучают, а нет ли где-нибудь флуктуации, чтобы они были, не подчинялись закону Гаусса. Что где-то там, во тьме тёмных веков Вселенной, когда ещё всё было заполнено плазмой и ничего не было видно, вот какой-то вот загадочный, первозданный Чубайс что-то там делал не так, как есть, там химичил. И вот эту химию сейчас-то и можно обнаружить по не Гауссовому распределению. А оно, оказывается, Гауссово. То есть, вероятность, что оно не Гауссово, по-моему, уже меньше, ну, меньше вообще чего-то невообразимого. То есть, Бог оказался честным. Он ничего от нас не скрыл на данный момент. То есть, вот такой способ найти новую физику не сработал. Чубайса Бог не допустил к своим делам. Ну, понятно, он же Бог. И Чубайс он будет. Будет он с Чубайсом дружить. Что вы, что вы. Что-то, 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 что-то. Для солдат 9-й роты 75-го полка. Вот такие вот дела, товарищи ребята. А также девушки. Дяденьки и тётеньки, дедушки и бабушки. Вот. Так что не удалось обнаружить тут никакой новой физики пока. Спасибо вам за внимание. Поддерживайте меня материально. Подписывайтесь ко мне на Бусти. Смотрите там лекции по физике, по математике, по теоретическим основам электротехники. Смотрите лекции по математике и физике для тех, кто ЕГЭ будет сдавать. Отдельные там два курса есть. По 36 лекций, по полтора часа каждой. То есть вы можете целый год заниматься учебной и пойти издать. Вот. На хранение. Такие вот дела. Списывайтесь со мной ВКонтакте, в Телеграм. И где там ещё найдёте возможность. Может быть, мы с вами будем индивидуально заниматься. Кто его знает. Всяк ведь в жизни бывает. Вот так вот. Будете такие же хитрющие, как Чубайс, когда у меня поучитесь.